Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Открывание, бросок. Этот момент стал переломным в матче. Игроки форварда на кураже забили еще один гол. Повели 5-2. Скажем, матч у нашей команды становится все сыграннее. Более в пас. Я больше открываюсь, я пытаюсь открыться на пустой угол. Чтобы мне дали пас, я попал и забил. Рубка на финише матча. Флорбалисты «Армады» нашли силы на штурм. Мощный натиск. Герой заключительного отрезка поединка – вратарь клуба «Форвард» Мехман Гулиев. Голкипер выручил свою команду. Игроки «Армады» смогли лишь сократить разрыв в счете. Команда «Форвард» победила 5-3. Мы старались играть от обороны и на контратаках. А то, что не получилось у них с пятака забить, это с одной стороны «Фортуна». Повезло, что попали именно в меня. Жесткое соперничество в другом важном матче тура. Лидер чемпионата клуб «Мир Хоккея» сразился с командой «Гладиолус». Битва с первых секунд. Шквал атак, быстрые комбинации, броски, нарастающее напряжение. Игра до гола – два классных броска самых опытных игроков клуба «Мир Хоккея» – Дмитрия Брюханова и Армана Каркумбаева. Игроки в салатовых футболках выиграли первый период 3-0. Получилось реализовать свои моменты. Пошли диагональные передачи, добавили скорости, забили низком мячей с пятака. Новая серия ураганных атак – град моментов. Разная реализация. Флорболисты «Гладиолуса» забили всего лишь два гола. Игроки команды «Мир Хоккея» использовали большинство своих возможностей забить. Победили 6-2. «Мир Хоккея» продолжает лидировать в турнире. Команда выиграла от обороны, на опыте. Реализовали свои моменты. За счет этого выиграли. За счет класса. За счет мастерства. Следующие матчи в чемпионате Омской флорбольной лиги состоятся в начале декабря. А в конце ноября главная команда нашего региона – Сибирь – выступит в зональном этапе чемпионата России, который состоится в Омске. Владимир Истомин, Сергей Гаврилов. Антенна 7.